Пожалуй, самым распространенным лекарством за всю историю человечества стал аспирин. Немецкий фармацевтический гигант Байер, выпустивший новинку на рынок в 1899 году, долгое время не раскрывал имя его создателя, а когда раскрыл, то выдал дущещипательную историю о несчастном химике гении, создавшем аспирин в попытке спасти отца. В 1763 году английский священник Эдвард Стоун открыл, что отвар измельченной коры ивы является отличным средством при лихорадке. Исследование Стоуна продолжили европейские химики, синтезировав из коры кристалла силицина. Позднее удалось получить силициновую кислоту, но близкая по строению ацетилсалициловая кислота оказалась химиком не по зубам. Француз Шарль Жерар в 1853 году смог ее синтезировать, но не сумел сделать безопасной для человеческого желудка и остановил эксперименты. Потребности медицины в химическом аналоге измельченной коры только возрастали. В 1899 году появился новый препарат под маркой аспирин. Это была та самая ацетилсалициловая кислота. Говорят, что торговое название препарата произошло от имени святого Аспиринуса, которому молились об уменьшении головной боли. По другой версии это сокращение от немецкого названия ацетилсалициловой кислоты. Ацетилспирсейры. Выпустила аспирин компания Bayer, занимавшаяся красками, бытовой химией и фармацевтикой. С выпуском аспирина компания издала каталог своих лекарств и бесплатно разослала его 30 тысячам врачей Европы. Препарат продавался миллионами упаковок и уже в 1915 году его можно было купить без рецепта. В 1977 году аспирин вошел в список важнейших лекарственных препаратов Всемирной Организации Здравоохранения. В наши дни ежегодно человечество принимает свыше 80 миллиардов таблеток аспирина. Открытие аспирина было серьезным прорывом в области биохимии. Научный мир желал знать, как первым сумел получить ацетилсалициловую кислоту. В 1934 году была издана официальная история Bayer, из которой стало известно имя создателя аспирина. Согласно официальной версии, не в силах смотреть на мучения отца ревматика в августе 1897 года, аспирин тайно синтезировал сотрудник Bayer Феликс Хоффман. Проведя испытания на животных, Хоффман предложил руководству компании свое изобретение, но в Bayer его идеи отнеслись без энтузиазма. Тогда Хоффман провел испытания на своем отце. Старику стало лучше, а его желудок остался невредим. Законодательство Германии не позволяло регистрировать патент на химические соединения, но никто не запрещал регистрировать торговую марку, которая принадлежала формула. И такая марка аспирин вскоре была создана. Помимо аспирина, Хоффман создал в 1898 году еще один революционный препарат. Речь идет о лекарстве от кашля на основе диацетилморфина. Считалось, что в отличие от морфина и опиума, он не вызывал привыкания и его результаты были впечатляющими. Bayer назвал препарат хероин. Только спустя годы стало ясно, что героин превращается в печень и в тот же морфин. И в 1935 году компания была вынуждена прекратить выпуск героина. Однако спустя десятилетия профессор из Глазга Уолтер Снидер, изучив документы, пришел к выводу, что первым аспирин синтезировал не Хоффман, а другой сотрудник Bayer Артур Эйхенгрюн. Он инициировал идею создания аспирина в середине 90-х годов 19 века. Его начальник Генрих Дрезер считал, что такое разработки беспроспективны, ибо препарат дает осложнение на сердце. Но Эйхенгрюн не только синтезировал аспирин, но и протестировал его на себе. Глава компании Карл Дуисберг поручил на основе документации Эйхенгрюна синтезировать аспирин силами других сотрудников. Именно это в августе 1897 года и сделал Феликс Хоффман. Но почему тогда компания Bayer не прославила Эйхенгрюна? Оказалось, что немолодой ученый подумывал об уходе из компании, поэтому отдавать ему лавры отца-изобретателя в Bayer сочли неразумно. А после прихода в Германии в 1933 году к власти нацистов, еврей Эйхенгрюн и вовсе не мог считаться гением. Именно тогда, в 1934 году, миру искормили миф об арийском гении Хоффмане. Эйхенгрюн в 1908 году ушел из Bayer, основав свою компанию и стал миллионером. Но все рухнуло после 1933 года. Хотя концерт Bayer и старался уберечь своего работника от концлагеря, но в 1944 году Эйхенгрюн все равно там очутился. 77-летний химик был освобожден в мае 1945-го солдатами Красной Армии. В 1949 году он описал подлинную историю аспирина в журнале «Фармацея». Однако статья оказалась незамеченной, а спустя две недели после ее выхода Эйхенгрюн скончался. Текст подготовлен Прохором Ежовым.